Новосибирцы экономят на встрече Нового года. Продолжение следует... ...большую часть денег за декабрь. Об этом сегодня сообщили городские власти. Напомню, в некоторых районах Новосибирска учителя и воспитатели пожаловались на задержку заработной платы. Она составила несколько дней. Как пояснили в мэрии, это было связано с тем, что часть средств из областного бюджета пришла с опозданием. А именно деньги из региональной казны идут на зарплаты непосредственно педагогам, общеобразовательных и дошкольных учреждений. Городской бюджет оплачивает только труд остальных сотрудников детсадов и школ, а также всех работников учреждений дополнительного образования. Эти обязательства по зарплатам муниципалитет выполняет точно в срок. Мы сделали все. Даже коллег попросили выходные выйти, чтобы разсигновку сделать. Поэтому завтра, я повторяю, все мои коллеги должны получить деньги. Если этого не случится, в общем-то, могу сказать, что будем спрашивать очень серьезных руководителей образовательных организаций уже. В городе запустили новый автобусный маршрут. Теперь жителям отдаленных микрорайонов Ключкомышинского плато и улицы Лепедевского будет проще добраться на учебу и работу. Автобусы ходят через центр города. И главное, пассажиры могут пользоваться социальными и транспортными картами. Раньше по этому пути ходила только маршрутка. Наш корреспондент Александр Вяткин проверил, насколько часто ходит новый автобус. По новому участку дороги на улице Георгия Коланды запустили автобусный маршрут. 75-й ходит через центр города. Пока маршрут, как говорится, обкатывают. Поэтому пассажиров перевозят всего несколько машин. Но с 1 января их станет уже 10. А вообще в планах ежедневно на дорогу выводить около 20 автобусов. Пока люди заходят в салон 75-го с недоумением. Большинство еще не знают, как именно поедет автобус. Этот маршрут запустили всего несколько дней назад. Но все кресла в автобусе заняты уже через пару остановок после конечной. Только самое начало, но люди уже ездят. Некоторые уже знают этот маршрут. На ПЕД-институт много кто ездит, даже отсюда. С площадь Калинина до ПЕД много кто ездит. Новый маршрут соединил отдаленные районы. Одна конечная остановка на Ключкомышинском плато, другая улица Лепедевского. Идет автобус по улицам Дуси-Ковальчук, Нарымской, через железнодорожный вокзал, площадь Ленина и по улице Кирова. Он полностью дублирует путь 45-го маршрутного такси. Но в «Газелях» нет льгот и проезд гораздо дороже. Особенно удобен новый маршрут для жителей улицы Выборной. Теперь до центра доехать проще. Троллейбус ходит, но он очень редко ходит. А вот добавлю, конечно, нам, пенсионерам, на маршрутке, дороговато ездить, 25 рублей. А этот раз, как на карте, я думаю, что пенсионеров будет устраивать. Думаю, все равно будет. Хоть не сильно популярен, но так-то маршрут хороший, я так понимаю. Тем более, как для пожилых и для студентов, они все по проездным. Бабушки уже ждут. На конечной остановке на улице Георгия Коланды этот маршрут стал пятым. Отсюда также можно добраться и до улицы Большевицкой, и уехать на левый берег. Но местные жители надеются, что здесь уже в следующем году появится еще больше новых маршрутов. В новогодние праздники транспорт будет ходить в режиме выходного дня. Чтобы не стоять на остановке о скором приближении автобуса или троллейбуса, можно узнать на сайте и городской транспорт Новосибирска. 75-й маршрут тоже уже добавили, и совсем скоро и эти автобусы также будут видны на карте. Александр Вяткин, Роман Семенов, Новосибирские новости. Новосибирские власти поддержат производство нанотрубок. Импортные аналоги в 75 раз дороже наших разработок. Проекты будут развивать в рамках масштабной программы реиндустриализации экономики. Она также коснется проектов импортозамещения, продовольственной безопасности региона, различных инноваций. Уже создают медико-биологический, в планах промышленный медицинский парк. Буквально недавно закуплено оборудование для парка «13-й элемент» по обработке алюминия. В крупные кластеры объединят предприятия металлургии и машиностроения, микро- и наноэлектроники. Воплотить грандиозные планы областные власти собираются за 10 лет, потратив только за первые три года 30 миллиардов рублей. Программа реиндустриализации экономики области – это инвестиционная емкость и требует серьезных вложений. И здесь важно нам опереться на помощь федерального центра. С тем, чтобы можно было видеть, в какие целевые федеральные программы могут адаптироваться те или иные наши проекты. Блестящую в прямом смысле слова идею придумали молодые новосибирские предприниматели. Они разработали уникальное зеркальное покрытие. Оно отличается особой прочностью, долговечностью и ценой. Инновационную химическую формулу превратили в успешный бизнес, который вышел не только за пределы города, но и за рубеж. О тесном переплетении науки и бизнеса в материале Анастасии Вагановой. Четыре года научных исследований, неудач и очередных попыток. Огромные инвестиции и вера. Друзья, химики и бизнесмены разрабатывали формулу инновационного покрытия и своего успеха. Не понимали, как оно будет держаться, какая будет стойкость. Не понимали, как добиться той стойкости, которая нужна рынку и потребителю. Понимали, что сфер применения и потребителей очень много на нашем рынке. А вот на самом деле реализации пока никто не добился. Дмитрий с партнерами разработали уникальное металлизированное покрытие, аналогов которому нет в мире. Оно обладает особой прочностью, долговечностью и относительно недорогое по сравнению с традиционным хромированием. Химическую формулу не патентуют, потому что тогда ее придется опубликовать. Состав уникального раствора держат в строжайшем секрете. Мы можем наноситься на различные поверхности. Как я уже сказал, отсюда мы получаем именно обширный рынок, обширную сферу применения. Покрытие наносят на мебельную фурнитуру, рекламные вывески, сантехнику и сувениры. Область применения ограничивается только фантазией. Компания Дмитрия уже открыла дилерские центры в 30 городах России, даже в Казахстане, Польше и Литве. Мы контролируем не только по финансовым составляющим, но и также по качеству путем постоянных запросов в том, чтобы они к нам сюда отправляли изделия, либо фотографии делали с хорошим разрешением, чтобы мы убедились в том, что у них действительно есть качество. Казалось бы, на таком успехе можно было бы и остановиться, но Дмитрий и его коллеги уверены, есть куда расти. Компания в постоянном контакте с Комитетом поддержки малого и среднего предпринимательства. Это новые коммуникации, во-первых, то есть получение новых знаний каких-то именно по продвижению бизнеса, по поддержке, по развитию. Вдохновение и получение новых знаний, на примере семинаров тех же самых, опыт. Каждый месяц Дмитрий получает сотни заявок на продажу формулы и на открытие дилерского центра. На следующий год новосибирская компания планирует расширить свою географию, а число представительств увеличить как минимум вдвое. Анастасия Ваганова, Олег Королевец, Новосибирские новости. Уникальные искусственные алмазы научились получать в Институте геологии и минералогии СОРАН, так называемые камни с нарушенным центром. Вместо атомов углерода в них вживляют атомы Германии. Такие алмазы должны стать основой для создания компьютеров нового поколения. Супермашины будут работать в 10 миллионов раз быстрее нынешних. Скажем, если вы сравните улитки передвижения и, скажем, ракеты, это примерно сравнивать возможности работы обычного устройства нынешнего, которое мы используем в наших компьютерах, с тем, которое будет создано на базе этого материала. Кроме этого, ученые Института геологии и минералогии продолжат в следующем году изучать алмазные золотые месторождения в Якутии, Арктике. А также они будут работать над месторождением Тантор. Оно уникально по запасам и содержанию редкоземельных металлов. Есть планы заняться и совершенно неожиданной темой – изучением грязи. Многовековые отложения пресноводных водоемов являются уникальным удобрением для сельского хозяйства. По некоторым оценкам, запасы такой грязи в Сибири составляет 17 миллиардов тонн. Рестораны, ночные клубы, боулинг-центры подсчитывают убытки. Отмечать Новый год на широкую ногу решила совсем небольшая часть новосибирцев, уж точно меньше, чем 2-3 года назад. А те, кто все-таки собрался встретить 2016 в развлекательном заведении, экономят по-крупному, вычеркиваясь с праздничной программы живую музыку и танцоров. Репортаж наших корреспондентов. В боулинге шаром покати. Из 18 дорожек заняты всего 2, и то на час. Хотя, как заверяет управляющий, к вечеру ситуация изменится. Сейчас люди готовятся к празднику, закупают продукты и подарки на отдых и развлечения. У одних не остается времени, у других денег. Но даже несмотря на кризис, новосибирцы не отказывают себе в удовольствии. К примеру, в том же боулинг-центре все дорожки на новогоднюю ночь забронированы. Люди празднуют, люди веселятся, но тратят меньше. Это такая нормальная абсолютно тенденция. Если раньше люди могли позволить себе какие-то дорогие банкетные блюда, какие-то, соответственно, изысканные блюда, дорогой элитный алкоголь, например, то в этом году и едят, и пьют, но чуть проще. Декабрь – хлебный сезон для артистов и ведущих праздников. Они предлагают программы на любой вкус и кошелек. Для самых экономных придумали выступление всего на 15 минут. Для тех, кто может позволить себе больше, готовы провести полноценный пятичасовой корпоратив с живой музыкой, танцорами и светодиодным шоу. Минимальная стоимость новогоднего торжества в таком случае – 40 тысяч рублей. И это без еды и напитков. Компании стали обращаться меньше по заказу Дедов Морозов. Семьи тоже обращались раньше постоянно. Каждый день по два, по три заказа было. В этот раз можно сказать, что по два, по три заказа в неделю. Вот, то есть, вот в таком ключе. Вот ведь даже без бороды теперь работаем. Все больше и больше заказиков именно коротких. Там буквально по 10, по 15 минут зашли, поздравили, спросили стих, отдали подарок и ушли. Для тех, кто под Новый год подрабатывает, играя роль Деда Мороза, это не кризис жанра, а кризис финансовый. Выложить две тысячи рублей и более за визит актера далеко не все родители готовы. Готовы, скорее, вспомнить старую традицию. Сами наряжаются и устраивают домашний праздник. Артем Кириченко, чтобы устроить сюрприз сыну, взял костюм у друзей. Супруга Екатерина и вовсе обошлась без специального наряда. На этот раз мы решили не заказывать Деда Мороза. В этом году папа нарядился в костюм Деда Мороза и решил поздравить сына. Ему очень понравилось. Он вначале не понял, что случилось. Потом уже меня узнал, обрадовался, обнял и забрал подарок. Несмотря на финансовые трудности и вынужденную экономию, Новый год остается одним из самых любимых праздников. Отмечать его уже начали. Во многих офисах с начала недели совсем не рабочее настроение. Праздничное. Алексей Фазлеев, Ксения Климина, Олег Крылевец. Новосибирские новости. А вот нескольким десяткам маленьких пациентов придется встречать Новый год в больничных палатах. И если Дед Мороз все же заглянет в детское отделение областной больницы, то новогодняя елка так и не появится. Не положено по правилам пожарной безопасности. Из-за чего чаще всего дети под Новый год попадают на больничную койку, выяснила Елена Богатырева. Семилетнюю Яну уже перевели из реанимации в обычную палату. А еще несколько дней назад показания сахара в крови превышали норму почти в пять раз. Началась жажда, пить начала много, резкое похудение. В туалет ночью начала бегать, хотя никогда не ходила. Апатия началась, вялость. Таких пациентов с внезапным сахарным диабетом в детском отделении становится все больше. Самому юному едва исполнилось два года. Дети заболевают настолько неожиданно, что родители до последнего надеются – врачи ошиблись. Родители, даже догадываясь о том, что что-то не так со здоровьем, все равно хотят отогнать эту мысль. И очень тяжело принимают объявления врачей о том, что диагноз. И сейчас самая большая проблема – это научиться с этим жить. Сегодня Яна осваивает глюкометр. Мама подсказывает, как взять кровь, какие цифры должны быть на дисплее. Несмотря на то, что состояние стабилизировалось, Новый год девочке придется встречать в больнице. Скучно и нет телевизора. Но с собой учебник по любимому предмету – математике. Тяга к цифрам теперь очень пригодится. Теперь нашим деткам, которые заболели диабетом, для того, чтобы знать, сколько инсулина подколот, необходимо все то, что они съедают, все углеводы, которые они потребляют, перевести в хлебные единицы. Механическая инсулиновая помпа Яне пока не положена. Возраст неподходящий. Как и когда поставить укол, подскажет мама. Инъекции теперь нужны постоянно. Пока мама ставит или ты уже сама пытаешься? Мама ставит. В больничных коридорах поставить елку не позволяют правила пожарной безопасности. Врачи успокаивают. С диабетом жизнь, конечно, не сахар. Но если сейчас все сделано правильно, больше Новый год встречать на больничной койке не придется. Папа, привет. У меня все хорошо. У меня все хорошо. Поздравляю с наступающим Новым годом. Елена Богатырева, Олег Королевец, Новосибирские новости. Благотворительный марафон «Рождественский подарок» собрал более 130 тысяч рублей. Ежегодная акция, организованная мэрией Новосибирска и городским центром «Семейный совет», порадовала сотни детей-сирот, проживающих в опекунских семьях. Очень много семей, которые находятся в тяжелой социальной ситуации, в тяжелом положении материальном. И для них какая-то хорошая развивающая игрушка или спортивный инвентарь, спортивный набор, или какой-то конструктор, конечно, является неким таким, все равно очень приятным дополнением к новогоднему празднику. Спонсорами акции выступили как коммерческие организации, так и простые горожане. Все подарки подбирали индивидуально по возрасту, а главное – по желаниям детей. Им сегодня вручили книги, игрушки, билеты в цирк, театры и кинотеатры. А самым востребованным подарком стали коньки, поскольку многим семьям, где воспитывают трое и более детей, не под силу купить снаряжение сразу для всех. Синоптики сегодня дали прогноз на Новый год. Сейчас Западная Сибирь находится под влиянием глубокого циклона, который пришел к нам из Казахстана. Это он стал причиной резкого потепления, осадков в виде мокрого снега и дождя. Но на смену нетипично теплой для декабря погоды идет волна холода из Арктики. Уже завтра температура воздуха понизится. 31-го морозы усилятся до 12-17, местами до 24 градусов. И, наконец, в ночь на 1 января температура понизится до 16-21, а кое-где до 26 градусов мороза. Дневная температура не выше 13-18 градусов мороза. Я бы сказал, морозы не столь катастрофичны, как могло бы быть. Прогноз на новогодние каникулы оптимистичен. Январь будет холоднее декабря, но синоптики ожидают температуру воздуха выше климатической нормы и не предсказывают резких колебаний погоды. Ночная температура будет колебаться от 12 до 25-30, местами возможны заморозки до даже ниже 30 градусов. Дневные температуры будут от 8 до 13 и от 18 до 23 градусов. Осадки возможны лишь в начале и в конце каникул. Слушайте радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Также много интересного на сайте «Новосибирские новости». Наши коллеги из интернет-редакции узнали, почему в ближайших матчах Сибири на лед не выйдет шведский нападающий Давид Ульстрем. И на этом пока все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok